Здравствуйте! В Звездном городке завершаются тренировки экипажа, который в начале ноября отправится в космос. Для командира корабля Михаила Тюрина это будет третий полет. Именно ему доверено начать космическую эстафету Олимпийского факела. Эта олимпийская эстафета в прямом смысле космическая. Космонавт Олег Новицкий принимает олимпийский огонь. Он 257-й на этой спортивной дистанции. На разных участках эстафеты известные люди, среди которых и покорители звездных вершин, передают огонь от факела к факелу. Раз жизнь попадает в такое счастье, чтобы принести олимпийский огонь, который был зажел еще на грехской земле. С передачей огня пожелание удачи всем спортсменам. Всем, кто стремится к победе. К вершине. К космической в том числе. Войдет в историю и этот экипаж, который готовится к полету, принимать орбитальную эстафету. Союз ТМА-11М доставит на борт МКС Олимпийский факел. В космосе, конечно, огня не будет, но зато этот всемирный спортивный символ облетит Землю. Выше олимпийская символика еще не поднималась. Орбитальная эстафета на высоте 400 километров. Спорт для меня все-таки в первую очередь это красота, это совершенство, это демонстрация совершенства человека, человеческих возможностей, это демонстрация трудолюбия, демонстрация самоотверженности, демонстрация, ну, говорить, способности человека достигать очень хорошего уровня и в психологическом, эмоциональном, и в нравственном, и в физическом, и во всех остальных отношениях. Космическая олимпийская сборная будет болеть за спортивную сборную. Девиз «быстрее, выше, сильнее» как раз для людей космической профессии. Быстрее всего летает ракета, выше всех работают космонавты, сильнее их стремление к мечте. Девиз «быстрее» это, наверное, точнее, то, что выше, это, наверное, эффективнее, ну, а сильнее, вот здесь интересно, да, ну, наверное, мы бы к себе переложили это, так сказать, ну, наверное, сказали бы, что это, ну, скажем, красивее или надежнее. Я могу ответить насчет силы. Я считаю, что это ключ к успеху космического полета, как и в Олимпийских играх. Когда люди со всего мира собираются в одном месте, возникает глубокая дружба и сотрудничество. МКС — это такое же место, и мы можем стать сильнее, работая в одной команде. В невесомости мы можем двигать тяжелые объекты, и кажется, что мы такие сильные. Но на самом деле, по сравнению с олимпийцами, это не так. Они вообще невообразимы, сосредоточены на успехе. Они намного лучше, чем мы. Мы желаем им удачи. Олимпийский ритм. На космодроме Байконур тоже принимают эстафету, готовят ракету и ее особенный внешний вид. Олимпийская точность. Миллиметр за миллиметром, без пузырьков и складок, все идеально. 200 квадратных метров олимпийского рисунка. Очень гладко ее надо к ракете приклеить, и чтобы не было пузырей, всяких заминок. И тогда это будет смотреться красиво. Стараемся успеть до сборки, так как после сборки ракета будет расположена выше. Ее поставят на другие стапеля, которые гораздо выше, и работать будет сложнее на большой высоте. В начале примерка. Рисунок должен лечь ровно, ромбы совпасть по стыкам. А еще учесть технологическую форму блоков ракеты. Художники мыслят масштабно, образно, как ракета будет выглядеть уже в собранном виде. Самая настоящая работа конструкторов. Второго шанса просто не будет. Мы выбрали и согласовались со всеми научными институтами. Зоны – это топливные баки, керосиновые, потому что при заправке нет образования инии на них. И это межбаковые отсеки, которые тоже при заправке никак не влияют, не образовывается лед на них. Начинают с центрального блока. В космической терминологии – блока «И». Он технологически более ровный. Рисунок ложится без смещений. А вот с боковыми блоками, так называемыми «морковками», пришлось повозиться. Знаешь, что эту ракету будем снимать? Родная, она красивая. Смотри, какая красивая. На боковых блоках самый большой рисунок – 3,5 метра на каждую морковку. Первоначально было предложено организационным комитетом это стопроцентное нанесение. То есть она практически вся была голубого цвета, но от этого отказались, опять же, из-за безопасности. Но кардинально, конечно, будет видно. Это хвост 3,5 метра будет полностью окрашен. И вы сейчас можете увидеть, мы на боковом блоке закончили эту работу. Это будут две полоски на центральном блоке и на блоке третьей ступени. И полоска будет на головном обескательной цилиндрической части. Так ракета оформляется впервые. Вначале планировали использовать перфорированную бумагу. Однако главная задумка художников – насыщенность цвета и чтобы рисунок был виден за верстом. Поэтому все идеально гладкое и глянцевое. Красиво будет окантовано такими разноцветными нарядными одеялами голубые. Должна смотреться прекрасно на старте. Космическая эстафета стартует 7 ноября, когда разукрашенная аппликациями ракета преодолеет земное притяжение. Потом передача факела от одного экипажа к другому. Пролет по всем сегментам станции. Через двое суток – выход в открытый космос и полет над планетой. Таков сценарий орбитальной эстафеты. Первая олимпийская космическая миссия завершится 11 ноября, когда факел вновь вернется на Землю. В зале коллегии Роскосмоса вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин представил нового руководителя Федерального космического агентства Олега Остапенко. До назначения главой Роскосмоса Олег Николаевич Остапенко прошел весь путь от офицера-ракетчика до командующего космическими войсками и заместителя министра обороны России. Мы давно друг друга знаем и по многим направлениям очень плотно работали и работаем. Работа проведена колоссально, это бесспорно, и предстоит сделать еще больше. В Москве торжественно открыли памятники известным конструкторам стартовых комплексов Владимиру Бармину и Всеволоду Соловьеву. Они стали учителями целых поколений инженеров-спортовиков. Церемония открытия принял участие и сын известного конструктора Игорь Владимирович Бармин. Приятно, что помнят об отце, что последовательные работают, я надеюсь, будут успешно работать. На новом космодроме Восточный также используются идеи легендарных конструкторов. А в эти же дни в Амурской области проходят встречи специалистов Роскосмоса с населением. Людям объясняют, что новые ракеты безопасны для экологии. Новый космодром Восточный предполагает создание нового ракетоносителя, может быть, даже не одного. Поэтому топливо, используемое в этом ракетоносителе, будет экологически чистое. Детские игрушки как индикатор невесомости. Для космонавтов это уже традиция. К плюшевой собачке Федора Юрчихина и коту Олега Котова на МКС добавился еще один зверь-талисман – динозавр неземного происхождения. Астронавт НАСА Карен Найберг сшила его на станции из подручных материалов. А уже 11 ноября динозавр со своей хозяйкой вернется на Землю вместе с Федором Юрчихиным и олимпийским факелом. На сегодня все. Это была программа «Космонавтика» и Анна Ведищева. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин